Столбово и Климова, наши фигуристы, которые будут выступать в заключительной сильнейшей разминке, лишний рекорд 76,15 балла. Я не говорю уже про суперрезультат Татьяны Лассажар и Максима Транькова. Их мировой рекорд 84,17. То есть, почувствуете разницу, белорусы набрали где-то всего-навсего половину результата олимпийских чемпионов. Второй дуэт Елизавета Макарова и 20 лет, 28-летний партнер Лэри Кинчадзе. Они представляют Болгарию. Лиза Макарова, она сама москвичка. Ну вот, с 2011 года вместе со своим партнером выступают за Болгарию. Для них это тоже уже не первый чемпионат, четвертый чемпионат Европы. Вот их лучший результат был показан в 2013 году. Это был чемпионат в Загребе, в Хорватии. Они там заняли 12 место. А вдруг, в других чемпионатах, в том числе и в прошлом году в Будапеште, они не попали, даже не попали в произвольную программу. Ну, в этом, на этом чемпионате, поскольку всего 14 пар, то вопрос о попадании в финал, то есть в произвольную программу не стоит. То есть все попадут. Когда число участников, как в прошлом году, 20, то там, естественно, отбирались в произвольную программу фигуристы. КОНЕЦ КОНЕЦ В каждой паре, наверное, есть свои проблемы. Вот, в частности, можно говорить, если говорить об этой паре, то у них проблемы с параллельным прыжком, потому что они исполнили только двойной Реттбергер. Он и запланирован у них был, именно как двойной. Очень сложный в техническом отношении вид программы. Парное катание, потому что тут нужно и прыгать отлично. Параллельный прыжок, он очень важен. И в короткой программе, и тем более в произвольной. Тут нужен и колоссальная физическая сила, и партнер, потому что все эти подкрутки, выбросы, поддержки, это все требует колоссальных физических усилий. И это вот начало программы. Тройная подкрутка с ошибкой выполнена. А вот выброс, тройной Реттбергер у них был очень неплохой. Из-за него они даже получили хороший плюс. Поддержки, поддержка получила четвертый уровень. Здесь тоже есть свои требования. По количеству вращений партнера. То есть минимум одно вращение должно быть во время этой поддержки. Максимум три с половиной. То есть все это фиксируют арбитры. И все это, естественно, потом переводится в баллы, переводится в уровни. Ну и в целом, такое немножко скомканное впечатление от их программы. И все это выразилось в очень низких оценках за компоненты. Ну, где-то самая высокая оценка, вот если говорить о компонентах за хореографию, 4,32 балла. Сами фигуристы довольны. Они, я не знаю, много ли в Болгарии спортивных пар. Во всяком случае, последние четыре чемпионата Болгарии они уверенно выигрывают. Получают оценку меньше 40 баллов. 39 баллов ровно. Сейчас они вторые. Вот на лед сейчас выйдут англичане. Пара, которая представляет Великобританию. Потому что Кейтлин Янко...